Дорожный движение В социальных сетях разразился настоящий бум. Вчера появилось два предупреждения о маньяках, которые крадут детей и пристают к ним. Однако к сообщениям появился ряд вопросов. Наша редакция разбиралась, что не так с объявлениями. Кошмар. Если камеры есть, действительно, пусть делают фото. Камеры есть, но они все смотрят в центр двора. А он за домами был. В своем инстаграм-аккаунте Ирина сообщила, что ее ребенка пытались похитить прямо рядом с домом в центральном районе. Девочка закричала и испугнула маньяка. Однако данный пост повлек много разговоров. В сеть стали выкладывать скриншоты ее сообщений и прикладывать фоторобот преступника. Ого! А кто это так рисует фотороботы? Мы связались с Ириной, она отказалась давать комментарии, но сказала, что фоторобот еще не составлен и по интернету гуляет фейк. Здравствуйте! Ищут. Только почему-то люди сделали скрин с моей страницы в инстаграм. И фоторобот азиата. И всем пересылают, как будто это он. Фоторобот нападавшего еще не сделан. И действительно, портрет предполагаемого преступника мы увидели в другом объявлении. Там уже говорится о мужчине средних лет, который пытался совершить действия сексуального характера в районе Сельмы. А камеры что? Нафига их поставили на Сельме? Кому верите, кто изображен на рисунке покажет следствие. А мы будем следить за развитием событий. Партнер рубрики «Темы дня» торговый центр «Спутник». В четверг, 5 сентября, на Московском проспекте водитель БМВ сбила школьницу на светофоре. Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Сейчас она госпитализирована. И такие случаи не единичные. Кто виноват в происшествиях на дорогах и соблюдают ли люди правила ПДД? Выясняла Елена Ясинская. Как указано на сайте ГИБДД, только в августе было 86 дорожно-транспортных происшествий, в котором 106 человек ранены, а 9 погибли. В основном происшествия происходят в Калининграде, Краснознаменском, Зеленоградском, Гурьевском и Нестеровском районах. За моей спиной один из самых оживленных перекрестков. Это пересечение проспектов Мира и Советского. Здесь чаще всего люди пренебрегают правилами дорожного движения и перебегают дорогу на красный свет. Хотя ждать им всего. 40 секунд. Редакция Первого городского телеканала решила выяснить, почему люди нарушают правила дорожного движения. Почему вы перебежали дорогу на красный свет? Почему вы перебежали на красный свет? Зинитет. Ни для кого не секрет, что нарушение правила дорожного движения не только опасно, но и влечет наложению штрафа в размере 500 рублей. Но, как мы видим, ни безопасность, ни штраф не останавливают жителей города. Поэтому сотрудники ГИБДД устраивают рейды по калининградским улицам и ежедневно ловят нарушителей. Здравствуйте. Присаживайтесь назад. Назад присаживайтесь. Ушел. Побежал. Видишь? Добегает. Девушка, стоим. Стоим. Но некоторые считают, что зачастую дорожно-транспортные происшествия происходят из-за неправильного расположения светофоров. Калининградское отделение партии России около четырех лет назад создали акцию «За дороги без дураков». Цель заключается в том, чтобы сложные перекрестки, участки дороги упрощать как для водителей, так и для пешеходов. Изначально дело касалось только знаков «Остановка запрещена». Мы решили продолжить эту акцию, то есть начать эту акцию на самом деле и не ограничиваться только знаками «Остановка запрещена». Регулировка светофоров, движение по полосам, введение дополнительных секций на светофорах «Зеленая стрелка» на Т-образных перекрестках. Это все пришло уже потом. Благодаря данной акции уже урегулировали более шести перекрестков. Но что бы власти ни делали, все зависит только от нас самих. Потому что когда вы перебегаете дорогу в неположенном месте или проезжаете на красный свет светофора, вы не только создаете опасную ситуацию для себя, но и для других. Елена Ясинская, Дмитрий Панкратев, Служба новостей, Город. Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». В Калининграде будут действовать скидки для пассажиров при оплате по безналичному расчету в общественном транспорте. Этот процесс уже произошел во многих регионах. Такая форма оплаты поможет контролировать водителей и кондукторов, а также экономит бюджет пассажиров. Оказалось, что дорожно-транспортные происшествия чаще всего наблюдаются по средам и четвергам. В основном аварии происходят при причине наезда на пешеходе, а на втором месте уже столкновение машин. Уже за первые полгода в Калининграде случилось 250 ДТП с пострадавшими. 11 сентября экс-директор Калининградского морского рыбного порта заявил об идее строительства глубоководного порта в Балтийске. Наличие глубины и отсутствие канала является большим плюсом, поэтому работы будут проходить успешно. До 1 июля следующего года разработают бизнес-план по его строительству. Транспортная полиция высадила из самолета нетрезвого пассажира в аэропорту Храброво. Мужчина отказывался выполнять требования экипажа. Депашир был доставлен в дежурную часть на воздушном транспорте. Поведение пассажиров подобным образом считается незаконным. 25 сентября в 23 стадионе Калининград состоится игра футбольного клуба «Балтика» на матч 1-16 Кубка России против московского локомотива. Продажа онлайн-билетов уже началась. Их можно приобрести на сайте клуба. Для ветеранов Великой Отечественной войны и детям до 7 лет вход свободный. Впервые в Калининградской области с 14 по 15 сентября лучшие сыровары России соберутся на площадке 4-го светлого фестиваля. Бесплатная дегустация, рыцарский и огненный шоу, а также средневековый пир. Мероприятие начнется в 12 часов в городе Немани на улице Победы. Проснулись от стука в дверь. К активистам и сотрудникам штаба Навального в Калининграде пришли сегодня с обысками. Корреспондент Первого городского канала поговорил с одним из пострадавших и узнал, какую цель преследовали правоохранительные органы. Ощущение такое бывает, когда одновременно очень трясет, вот физически я сижу, трясусь. И при этом очень муторно. Так может ощущать себя любой, кому в 6 утра с обыском ворвутся сотрудники следственного комитета. Без какого-либо предупреждения дом Ивана и его родителей перевернули сверх на голову. Два этажа полиция осматривала 6 часов, по итогу которых изучены все семейные документы и изъята вся техника. То, что придут вот сейчас, я вообще не представлял. Хотя, с другой стороны, после выборов в Москве, вот это, наверное, могло бы быть логично. И такой вывод неспроста. Сегодня, 12 сентября, в 41 регионе России прошло более 150 обысков в штабах и домах активистов. Многие сотрудники полиции прямо отвечали, что обыск связан с уголовным делом. Его завели в августе на некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией» из-за отмывания денег. Учредитель фонда Алексей Навальный уже в курсе происходящего. Я хочу, конечно, сказать слова поддержки всем тем ребятам, которые сейчас не увидят этот ролик, потому что у них идут дома обыски. Молодцы, держитесь. Рано проснулся не только Иван. Руководитель штаба Игорь Петров и волонтер Марк Лемар не только принимали гостей, но и днем были на допросе в Следственном комитете. А как закончились обыски в доме юриста Владимира Федорова, пока неизвестно. Мы решили приехать в штаб и узнать подробности инцидента. К сожалению, двери были закрыты. Как сказали в соседнем салоне красоты, штаб работает редко. Да и приходят сюда в основном пенсионеры или школьники. Пока активисты и сотрудники связываются со своими адвокатами, ждут дальнейшей информации от полиции. Но мы будем следить за развитием событий. Смотрите во второй части нашего выпуска. Заступился за женщину и не смог остановиться в результате убийства. Как провести осенние выходные и афиша от первого городского. Пять охранников прилюдно избили мужчину. Сейчас пострадавшего перевели в реанимацию с черепно-мозговой травмой. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Задержан 24-летний житель, который подозревается в убийстве мужчины на улице Павлика Морозова. Он жил на соседней улице. Молодой человек поместил свою жертву в биотуалет, затем обложил покрышками и поджег. Подозреваемый рассказал, что вместе с друзьями отдыхал в заброшенном саду, где обнаружил незнакомца. Его поведение калининградцу не понравилось. Поэтому он и нанес несколько ударов черенком. Личность погибшего установлена. Им оказался 46-летний гражданин иностранного государства. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По имеющимся данным, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Вследствие в ближайшее время намерено решить вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Но есть еще одна версия произошедшего. Якобы подозреваемый заступился за девушку, с которой он выпивал в саду. В это время двое рабочих ремонтировали фасад дома. Подруга калининградца решила, что строители будут к ней приставать, после чего она начала кричать. А подозреваемый и напал на рабочих. Один из них успел убежать. Этот случай доказывает, что алкоголь вреден не только тем, кто его употребляет, но и окружающим. В убийстве жителя Пионерского подозревают 52-летнего мужчину из Самарской области. По версии следствия, вечером 8 сентября приезжий на заработки самарец выпивал вместе со своим товарищем. Потом к ним присоединился 62-летний житель Пионерского, после чего между ними вспыхнула ссора. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. Далее наши новости продолжат рубрика «Место происшествия». В Калининграде на улице Олега Кашевого в резко затормозившем автобусе пострадала пожилая женщина. Инцидент произошел 11 сентября. Водитель автобуса МАЗ резко затормозил, в результате чего в салоне упала 64-летняя женщина. Она получила перелом. Состояние избитого на южном вокзале 39-летнего мужчины Гуевского района ухудшилось. Сейчас мужчину перевели в реанимацию. Напомним, инцидент произошел в понедельник 9 сентября. По словам свидетеля, мужчину избивали пятеро охранников. Пострадавший попал в БЦМП с переломом костей носа и черепно-мозговой травмой. В Калининграде задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в серии офисных краж. 27 августа грабитель проник в подсобку коммерческой организации на улице Карла Макса, где украл кассовый ящик с 19 тысячами рублей и мобильный телефон. Под городом Светлом инспекторы ГИБДД задержали 52-летнего водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя остановили на трассе Калининград-Балтийск. Сотрудники предложили освидетельствование на месте, но мужчина отказался. Когда нарушителя попросили выйти из машины, его подвели собственные ноги, и он упал в придорожный кювет. Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав. Партнер рубрики «Курсы валют» – Калининградская компания правильного питания «Эд Густа». Далее выпуск новостей продолжит актуальный курс валют на завтра. Курсы валют на 13 сентября. Доллар 65 рублей 19 копеек, евро 71 рубль 82 копейки, польский злотый 16 рублей 57 копеек. Партнер рубрики «Курсы валют» – Калининградская компания правильного питания «Эд Густа». Антироссийские санкции продлили на полгода Советам Евросоюза против граждан, причастных к подрыву и угрозе террористической целостности и независимости Украины. В настоящий момент они применяются к 200 юридическим и физическим лицам. Далее эфир продолжит рубрика «Бизнес новости». Банк России изменил форму договоров об ипотеке. Теперь для удобства заемщика соглашение с кредитной организацией будет представлено в виде таблицы. Указание вступит в силу с 20 января следующего года. Благодаря табличной форме клиент сможет более вдумчиво оценивать свои риски. Стартовая цена на закупку жизненно важных лекарств будет изменена Винздравом. Ведомство пошло навстречу поставщикам, которые игнорировали торги из-за низких цен. Решение было принято после того, как в 2019 году сорвалось 30% соответствующих тендеров. Досрочные переводы пенсионных накоплений будут фактически заморожены. Этот законопроект готовит Центробанк. Это объясняется тем, что несмотря на изменения в законе, стабилизации так и не произошло. Проект позволит защитить граждан от потери инвестиционного дохода. Здание бывшего детского интерната в Железнодорожном будет перестроено в гостиницу. Эта территория отлично подходит для развития промышленных возможностей. Бывший интернат хочет восстановить за свой счет инвестор, который строит завод в черте поселка. В сети бурно обсуждают странную новость. В мамонова гадалка по руке девушки предсказала ей безденежье. После чего обчистила квартиру, украв золото на 100 тысяч рублей. Что еще набрало много лайков и просмотров, узнаем в нашей постоянной рубрике. 30-летний Майк Шарки отращивал свою бороду более 7 лет, но в сентябре 2019 года решил с ней распрощаться довольно интересным способом. Он побрился, летя высоко над землей. Молодой человек является профессиональным паршютистом. И этот полет был 400-м. Именно так он сделал его запоминающимся. В сети набирает популярность ролик, где Анжелина Джоли превращается в своего персонажа Малефисенту при помощи гримера. Сначала актриса предстает нам в косичках и с потекшим макияжем. Но позже Джоли выравнивает тон, прикрепляет скулы и рога. В завершении актриса надела клыки, которые дополнили ее образ. Увлечение косплеем подарила американке работу мечты. Она создает необычную обувь в форме копыт и лап животных. Потом продает свои реалистичные творения по всему миру. Ее обувь всегда вызывала большой интерес даже у тех, кто никогда не интересовался сказочными костюмами. А потому Блэр решила начать производить ее для продажи и не прокатала. Многие дети считают собак своими самыми лучшими друзьями. И этот маленький житель Филиппин не стал исключением. Пес боялся перейти дорогу, но маленький мальчик нашел себе силы, чтобы помочь четвероногому другу и перенес его через дорогу. Вот такая дружба. Осень наступила и все больше. Горожан сидят дома на выходных, укутавшись в плед. Хватит сидеть пить кофе и смотреть на дождь, ведь можно с пользой провести свой отдых. Куда же сходить на этих выходных узнавал Тимофей Литовченко. Как сохранить здоровье и не потерять вкус жизни, вы сможете узнать 13 сентября в библиотеке имени Чехова на мастер-классе по здоровому питанию «Хлеб и вода». Так вот чем жизнь пахнет. Там вы узнаете, как правильно употреблять хлеб, не переживать за здоровье и фигуру, а также в каком количестве можно употреблять воду. На встречу специалисты расскажут о приобетическом хлебе и простой воде. Помимо них будут обсуждаться и другие вопросы на мастер-классе по здоровому питанию. Встречи в рамках проекта «Сохранить здоровье и не потерять вкус к жизни» будут проходить один раз в месяц до ноября включительно. Вход свободный. Любите эксклюзивные украшения? Тогда у меня есть то, что вам нужно. Вот это вот замечательное кольцо. «Симофей» — это не магазин на диване. А-а-а! В музее Янтаря с 13 сентября по 10 ноября пройдет выставка эксклюзивных украшений «Мими Москов». А что там будет, я вам отвечу. Вот такая красота будет там. Авторы этой выставки носят прозвище «Убийцы бриллиантов». Все украшения нестандартные и яркие. Там есть на что посмотреть. Выставка будет проходить с 13 сентября до 10 ноября. Если вы застряли в пробке в Московском районе, то вы можете зайти в Дом культуры, где в 19.00 пройдет поэтический вечер Анны Долгаревой. Там вы сможете культурно отдохнуть, послушать ее произведения и отлечься от разговоров о улице Киевской. Поэт пишет в основном о вечности и человечности. Анна Долгарева — лауреат Международного дня поэзии 2019, автор книг из «Осажденного десятилетия», «Хроники внутреннего сгорания» и «Уезжают навсегда». Если вы коренной кальнеградец, то вы точно вспомните нашумевший в свое время рок-фестиваль «Божья коровья». Раньше он проходил на берегу моря, но теперь погода не позволяет, и поэтому вся тусовка пройдет в клубе-вагонка. А если ваша тусовка не похожа на «Божью коровью», то можете меня даже не звать. «Божья коровья» — это знаменитая портовая тусовка, которая возвращается в родную гавань. Хедлайнеры фестиваля — группы из Кальнеграда и Санкт-Петербурга. Начнется фестиваль в 20.00. Это только часть афиши на выходные. В нашем городе каждый найдет себе занятие на любой вкус. И никакая погода не испортит ваш отдых. Главное — выбраться из дома. Тимофей Литовченко, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город». Отпуск, солнечная погода и долгожданная покупка. Что еще радует кальнеградцев и гостей города? Вообще-то, денежки получили. Хорошая новость. Я поступила за куда хотела. Вот встретили родственника на прогулке. Замечательно. В выходной! Подруга приехала из Питера. Да, отличный отпуск, Калининград встретила. Супер море. Все супер. Суть выиграли. От дочки СМС пришла. Внук здоров. Что еще может быть лучше? Скоро еду в очень интересную командировку. Мода не просто делает женщин красивыми, она дает им уверенность в себе, сказал однажды Евсен Лоран. А когда у родственников большое торжество и собираются родственники со всей России, хочется блистать не только на девичники, но и на второй день свадьбы. Наши модные эксперты нашли подходящий магазин, где есть платье для особого случая. Двоюродные сестры не часто собираются на семейные торжества. Разные по натуре, они совершенно не похожи друг на друга. Стилист Женя предпочитает экстравагантные наряды и в курсе фэшн-тенденций. А молодая мама Наталья носит более спокойную одежду и модой не интересуется. В нашей семье предстоит очень красивое торжество. И мы хотим подобрать себе наряды. Я бы еще себе подобрала бы наряды не только для праздника, но и для офиса, для работы. Я тогда тоже присмотрюсь к этому варианту. Этой осенью дизайнеры предлагают сделать ставку на всевозможные леопардовые варианты, обыгранные с помощью анималистичных узоров и цветочных принтов. Сестры для настроения выбрали одинаковые стильные платья разной длины. Никогда не предпочитала в одежде леопард. Одев это платье, поняла, что я хочу это платье. В этом сезоне в тренде, как всегда, оказался леопард, ткани с леопардом расцветкой. Я очень долго искала данное платье. Я его увидела в Биби-студио и прямо в моем любимом миди-формате. Деловой женский костюм, юбка плюс жакет – это идеальное сочетание и очень актуально в этом сезоне. Клетка снова в тренде, а добавляя новые украшения и аксессуары, можно создавать новый образ каждый день. Всю жизнь носила красотки, джинсы и футболки. Одев этот костюм, я понимаю, что костюм обязывает. Он достаточно удобный, он практичный, он просто великолепный. Мировые стилисты советуют при выборе делового стиля придерживаться максимальной лаконичности. Такой костюм сам по себе очень самодостаточный. Давно хотела познакомиться с маркой Том Клайн, и я просто рада. Теперь у меня не составит труда в выборе делового костюма. Только Том Клайн. Вот такие вечерние платья – настоящая находка. Подчеркивают все достоинства фигуры и отвечают всем модным требованиям сезона 2019-2020. Высокие разрезы, прозрачные вставки, открытая спина и струящаяся ткань. Мимо такой девушки пройти невозможно. Наконец-то мы нашли наши платья. Они просто великолепные. Самое главное – они в одном стиле. Мне понравились все три наряда, и, пожалуй, все три наряда я покупаю. Ваши платья для особого случая на первом этаже Калининградского пассажа на площади Победы в магазинах «Метафора» Том Клайн и Биби Студио. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». Далее актуальный прогноз погоды. 13 сентября в Калининграде плюс 17, небольшой дождь, ночью плюс 13, ясно. В Гданьске днем плюс 18, небольшой дождь, ночью плюс 12, ясно. В Вильнюсе днем плюс 18, облачно с прояснениями, ночью 13 градусов со знаком «плюс». Малооблачно. В Москве днем плюс 22, облачно с прояснениями, ночью плюс 14, облачно с прояснениями. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе.